Всем привет! Автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» и множество других популярных книг по бизнесу и инвестированию Роберт Киосаки по праву считается человеком, который изменил современное представление о бизнесе. Необычный подход к ведению дел и уникальные стратегии инвестирования помогли миллионам людей в мире. Давайте разберемся, в чем же основные идеи книг знаменитого автора и инвестора. Коротко об авторе и инвесторе. Роберт Киосаки родился в США на Гавайских островах. Получив базовое местное образование, талантливый предприимчивый молодой человек поехал на большую землю и поступил в Академию торгового флота в Нью-Йорке. После окончания учебы Роберт начал работу на торговом судне, а после оказался участником войны во Вьетнаме. Однако после возвращения домой он начинает работу в торговой сфере. Роберт становится работником знаменитой фирмы Xerox. И уже через три года решает открыть собственный бизнес. Первая попытка бизнесмена провалилась. Однако благодаря развитию своих идей и работе над ошибками, Роберт Киосаки становится сначала успешным бизнесменом, а потом и инвестором, который использует собственные стратегии для получения сверхприбыли. Успешный инвестор решает поделиться своими идеями с молодыми предпринимателями по всему миру и поэтому начинает писать книги. Работы автора становятся бестселлерами и получат грандиозный успех. Сегодня стратегии Киосаки называют ключевыми в развитии бизнеса 21 века. Идея первая. Пусть деньги работают на вас, а не наоборот. Один из главных секретов успеха, по мнению Киосаки, это сам подход к ведению дела. Как ни странно, однако именно от психологии и подхода к бизнесу зависит очень много. Если вы изначально мыслите в категории зарабатывания денег, это не приведет к большому успеху в долгосрочной перспективе. И вам так и придется всю жизнь тяжело трудиться за каждый доллар. Совершенно иной подход заключается в том, что нужно заставить деньги работать на вас, вкладывать их в перспективные активы, нанимать работников, которые будут выполнять работу за вас и т.д. Правильно организованный бизнес позволяет руководителю заниматься лишь процессом управления, а зарабатывание денег поручается активам или наемным работникам. Идея вторая. Вкладывайте в активы, а не пассивы. Роберт Киосаки не причисляет автомобили, дорогую технику и многие предметы роскоши к активам, потому что они не приносят деньги. Одни предметы имеют свойство терять цену со временем, а другие наоборот дорожать. Основные инвестиции должны быть направлены как раз в активы, такие как недвижимость, землю, ценные бумаги и акции, которые дорожают. Основной актив, который позволяет инвестировать быстро и получать значительную прибыль, это недвижимость. Поэтому Киосаки уделяет большую часть внимания как раз стратегии мудрого инвестирования в недвижимые объекты. Даже в самых бедных странах недвижимость имеет свойство дорожать. Поэтому главное лишь выбрать правильную стратегию инвестирования. Идея третья. Работайте в правой, а не левой стороне квадранта. Одна из самых необычных и в то же время важных идей Киосаки – это теория денежного квадранта. Согласно ней, в левой стороне квадранта работают наемные работники и все те, кто работает на себя. В правой стороне квадранта – это люди, на которых работают деньги. Это успешные предприниматели и инвесторы. Для создания правильного денежного потока следует заставить деньги работать за вас. Либо организовать схему, при которой вы управляете стратегией, а деньги непосредственно добывают наемные работники. Работая за деньги, вы всегда будете получать недостаточно, так как возможности ваши будут ограничены. Если организовать правильную схему денежного потока, то в ней ограничения устанавливаете вы сами, тем самым регулируя размер собственных доходов. Идея четвертая. Не бойтесь разорения, а опасайтесь бедности. Важный подход к ведению дел от инвестора заключается в том, что в бизнесе невозможно работать без периодов провалов и убытков. Даже полное разорение – это не самое худшее, что может быть. Ведь если предприниматель или инвестор владеет правильными знаниями и верной стратегией, то он сможет построить успешный бизнес или организовать денежный поток заново. Отберите у миллионера деньги, и вы увидите, как он заново заработает состояние. Человек с правильным подходом к работе не может лишиться всего, потому что главное богатство заключается в стратегии, а не активах. В свое время бизнесмен сам пережил полный провал и разорение, однако не опустил руки и лишь вынес правильные выводы из неудачи. Благодаря этому бизнесмен смог не только восстановить свой денежный поток, но и увеличить его в разы. Идея пятая. Продолжайте постоянно учиться. Ошибка людей со стандартным типом мышления заключается в том, что они завершают обучение вместе с окончанием школы, университета или колледжа. Однако успешные люди, наоборот, продолжают обучение. Каждый день открывают новые идеи и стратегии, применяют их на практике, терпят поражения, достигают успехов и развиваются. Благодаря этому можно действительно преуспеть. К тому же сегодня проводится множество семинаров, вебинаров, конференций и встреч. Можно обучаться как благодаря личным встречам с успешными людьми, так и дистанционно через интернет. Таким образом, Роберт Киосаки предлагает изменить подход к работе и заставить деньги работать на вас. А не наоборот. Наемные работники и все те, кто добывает с трудом каждую копейку, не способны зарабатывать действительно много. Правильный же подход к ведению бизнеса – это создание денежного потока благодаря инвестированию в активы, а не пассивы. Не бойтесь неудач и продолжайте изучать новые идеи, стратегии и подходы к работе. На этом все. Напоминаем, что вы всегда можете найти больше информации на нашем канале и в описании под видео. Пишите в комментариях свои мысли по теме видео. Ну и конечно подписывайтесь на наш канал, ведь впереди много новых выпусков. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч!